Самый дешевый, 180. Говядина до 220 рублей за кило. И ничего, что на пеньке, да под дождем, дешевле в Липецке вряд ли найдешь. Это, как она называется, милосердие. Она закупочная цена у нас, 210 на месте. Ну и здесь продаем по закупочной цене. Цены милосердные, ярмарка благотворительная. Десяток яиц 49 рублей. И хоть разница с магазинами рублевая, очереди такие, как будто продукты бесплатные. Мы рады всей этой жизни. Хоть это есть, а то вообще может и ничего не быть. Впрочем, бесплатные продукты тоже раздают по одному пакету в одни руки. Внутри крупа и макароны. Управление потребительского рынка называет это гуманитарной помощью. Мы живем хорошо. Ну, просто вот такая предпраздничная новогодняя ярмарка. Мы раздаем бесплатно гуманитарной помощи. Предприниматели собрали помощь для малоимущих, но берут ее все желающие. Без всякого стеснения, с железными аргументами. Да потому что в стране неизвестно, что творится. Страшно даже, страшно. Не за себя я в жизни прожила, за детей страшно. И подарки тебе, и бодрые марши. Но у лепчан настроение не новогоднее. Народные эксперты в очередях озвучивают сравнительный анализ цен. В магазине сахар 36 рублей, здесь 40 рублей. Как только появляются дешевые продукты, вырастают очереди. Фуры с цыплятами расходятся за какой-нибудь час. Супруги Бородины, например, вдвоем с покупками уже не справляются. Решили вызвать на помощь детей. Что на ярмарке, что на рынке, что в магазинах примерно. Единственное, что посвежее здесь, понимаете, а так очень высокие цены. Ярмарка была рассчитана на 6 часов, но уже через 3 дешевые продукты раскупили. Скучать до официального закрытия пришлось только тем предпринимателям, которые решили заработать за счет высоких цен. Майя Евглевская, Тимофей Астахов, ТВК, Новости.